Приветствую вас! Вы знаете, мне кажется, что основная проблема здесь заключается в том, что вы считаете, вот именно вы считаете, что человек должен удовлетворять ваши потребности. То есть вы считаете, что мужчина должен вам что-то. Основная проблема заключается в том, что вы нуждаетесь в нем, в мужчине, я имею ввиду, вы нуждаетесь в мужчине. И у вас отсутствует личная граница с человеком. Вот. То есть просто отсутствуют личные границы с людьми, то есть где вы, где он. За что ответственен вы, за что ответственен он. Почему я это говорю? Дело в том, что вы хотите, вы пишете, что хотите, чтобы мужчина забирал вас на учебу все нутра, вы хотите болтать с ним ночами. Это говорит о том, что вас связывает с этим мужчиной не любовь к нему как таковая, а возможно некая потребность. То есть он вам для чего-то нужен. Он вам что побавал. Вот. Понимаете? Самую цену достаточно небольшое время вы знакомы, чтобы у вас была такая сильная к нему привязка. Вот. Ну, к мужчине. Поэтому я думаю, я думаю, что здесь в первую очередь нужно смотреть и разбираться именно с этими аспектами. Вот. То есть разбираться нужно именно с аспектами ваших потребностей. Вот. Дальше. Дальше. Вы пишете. Вот сейчас. Так. Секунду. Вы пишете, что... Пару раз бывало у меня дома, и что это значит, да, а потом у него появилась проблема, огромное количество долга. А здесь вы вступили в треугольник Карпмана, вероятно, то есть где вы начали играть уже роль спасителя психологически, но при этом... точнее социально, но психологически вы при этом остались жертвой. Посмотрите в интернете треугольник Карпмана. Вы пишете, что любите его. Как проявляется ваша любовь? Это еще один очень важный момент, который нужно рассмотреть. Если вы говорите, что любите его, то необходимо понять, как проявляется... как проявляются ваши чувства. Соответственно. Лично я пока увидел только то, что вы, ну скажем так, тяготеете к нему. Что вы стремитесь к нему, что вы хотите быть с ним. Это любовью может быть постольку-поскольку. Постольку-поскольку. Потому что нуждаемость, нуждаемость в человеке не означает любовь. К сожалению. Вот. Я верю, что вы ее любите, но вот все же предлагаю рассмотреть несколько более подробно ваши чувства. То есть, как они выражаются. Вот. Следующий аспект. Какие чувства были у него к вам? То есть, ну, как они выражались эти чувства у него к вам? Вот. То есть, была ли это любовь или была ли это привязанность? Вот. Это нужно анализировать. Вот. Чтобы вы не перепутали. Да? Чувства с, опять же, потребностью. Как вы путаете или смешиваете в своем случае. Что является неприемлемым в отношениях, хотя это слишком серьезная ошибка. То есть, слишком большая ошибка. Вот. Дальше. То, что у него долги, то, что у него долги, это совсем не значит, что вы за эти долги отвечаете. То, что у него долги, это совсем не значит, что вам нужно их погасать. Вообще, я бы сказал даже, что наоборот, что его долги, это только его долги. И вам ни в коем случае нельзя его спасать, ни в коем случае нельзя ему помогать в этом. Потому что ничего хорошего не будет. Если вы будете ему его выручать и если вы будете ему как-то вот помогать. То есть, вы будете просто выступать спасителем в этой истории. Вот. И человек так ничему и не научится. Вот. Это не всегда легко, это не всегда сопровождается принятием. Но если человек любит вас, он поймет. Он поймет, что вы делаете это для того, чтобы обезопасить себя и помочь ему. То есть, долги. 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 Это не ваша проблема. Вот. То есть, конечно, в долг можно, можно дать, но... Я бы не рекомендовал. Вот. Я бы не рекомендовал давать любимым, родным людям долг. Вот. То есть, в принципе, в принципе, вы могли бы подарить ему деньги. Допустим. Вы могли бы это сделать. Но ни в коем случае не отдавать в долг. Потому что... Долговые отношения, вот, это всё-таки уже не любовные отношения. Это уже какие-то совсем другие. Другие. Совсем. Другие. Так. Дальше. А потом он казалось, что расстаёмся, ибо я устал от тебя. Ну, здесь совершенно очевидно, что вы не совсем человека уважали в плане его личных границ. То есть, вы, возможно, слишком... Вас было слишком много. Короче говоря. Я, конечно, не знаю, но если он устал от вас, значит, вас было слишком много. Именно вот. Для него, ну, именно по его мнению. Вот. И если действительно вас было слишком много, то стоит, опять же, воспринять это, значит, адекватно. Так, что человеку подобная история нужна. То есть, отдалиться от вас. Человеку необходимо. Вот. И вам эти ресурсы, которые у вас могут освободиться в результате, вот, можно было бы направить на себя. То есть, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что необходимо понять, почему человек устал от вас. Ведь вряд ли же это может быть случайно. Ну, вряд ли. Я думаю, что вы и сами не верите в это. Не верите в то, что это может быть случайно. Что он устал от вас. Может быть, конечно, может быть, что он вас использовал просто. И может быть, что он надеется, что вы поможете ему с долгом. И как только выяснилось, что с долгом вы ему не поможете, или что-то ещё, он тут же от вас отдалётся. Может быть, такая история. Но мы об этом сейчас, вот на данный момент, об этом говорить не будем. Потому что для того, чтобы делать такие выводы, нужно всё-таки больше информации. А поскольку у нас информации нет, а такой, то давайте будем исходить от того, что ему в отношениях с вами просто стало, ну, скажем так, некомфортно. Вот, ему в отношениях с вами стало просто, ну, не по себе, например. Да, давайте вот так вот мы с вами договоримся. Вот. Потому что чувства, они не проходят, ну, быстро. Значит, так. День не говорили, потом вспомнил, что когда-то я просил его согласиться с долгом. Ну, то есть, если он вопрос использовал. А может, вся эта история связана с тем, что ему было стыдно вас, значит, спросить о том, чтобы вы помогли ему с долгом. При условии, что вы в отношениях находились. А теперь, когда вы в отношениях вышли, ему стало нормально. Может быть, именно поэтому он ещё и свои чувства начал скрывать. То есть, понимаете, да, непонятно. Вот, просто непонятно, как он свои чувства проявлял по отношению к вам. Вот, понимаете, да, просто вот непонятно. То есть, какие-то выводы, ну, какие-то выводы можно и нужно делать. Да, какие-то выводы можно и нужно. Но выводы можно делать только если есть информация, материал для анализа. А его нет, к сожалению. Понимаете? Вот. А вы пишите, что вы ему помогли. Зачем? То есть, вы ему помогли, опять же, для чего? Вы ему помогли, опять же, чтобы что? Да? То есть, вы хотели, чтобы он вам в ответ, ну, что-то дал. Или вы помогли ему просто так вот, ну, просто чтобы помочь. То есть, ну, с этим тоже нужно определиться. На самом деле. Ибо, если вы ему помогли всё-таки для того, чтобы он вам что-то дал, то ничего хорошего в этом нет. Для вас, по крайней мере, потому что вы, по сути, опять же, встали, попали в треугольник Карпмана. В данном, в данном случае. Ну, в данном случае и в данный момент. Дальше. В ответ услышалось спасибо, верну долг, но я устал от тебя, у нас не будет опять что-то. Ну, это его право. Я его люблю. И что? Я Ована, но он, если нет, не понадобится. Хочет, чтобы он всем утра приходил и собирал меня на учёбу. Для чего, Яша? Вот зачем вам это? Вот лично вам это зачем? Для чего, чтобы как себя чувствовать. То есть, как вы себя чувствовали, например, когда он так поступал. Вот. Как вы себя чувствовали? Чувствовали ли вы себя вообще как-то? Ну, то есть, я имею ввиду, у вас же, наверное, были какие-то, да, значит, эмоции. У вас же были, наверное, какие-то переживания, да. То есть, вы себя как-то ощущали. Вот. Давайте немножко повнимательнее, повнимательнее. Поработимся с этим. Что вы чувствовали? Какие это были чувства? Вот. Что это были за чувства? Понимаете? Вот. Мне кажется, что это тоже очень важно понять. Чтобы вы поняли, что вы хотите, вы стремитесь просто к чувствам. Понимаете? Вы хотите испытать вот эти чувства, которые он вам давал. Вот. И всё. По большому счёту. То есть, по большому счёту, больше вы, вот пока что, да, пока что, ну вот на данный момент, больше вы ничего не хотите. Знаете, я думаю так, я думаю так, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, от него нужно отдалиться, от человека, вот, вам нужно больше внимания обратить на себя, на свои чувства, на свои переживания, вот. И, я полагаю, что идеальный момент был бы, если бы вы не были, вот знаете, если бы вы не были, ну скажем так, такой зависимый от него, понимаете. Вот, это было бы идеально вообще. Для вас это было бы идеально. Я понимаю, что, может быть, вы не можете пока что, вот. Но, научить вас этому, в принципе, реально. Вполне реально. Научить вас вести себя так. Дальше, значит, так. Опять до утра болталось. Опять же. Такое впечатление, да, что вам не хватает внимания. Вот, такое впечатление, да. Вот. Что делать, чтобы что? Вы поймите, вернуть отношения, да, то есть поменять парня, поменять парня, именно парня поменять. А это одно. Поменять себя, это совсем другое. Вот. Так что нужно, чтобы вы сказали, что, именно, что делать, чтобы что, что по итогу. Если основная цель ваша, это, чтобы он забирал вас на учёбу и так далее, и так далее, то здесь, простите, есть некий эгоизм. Это нормально, что у вас здесь есть эгоизм, да, то есть это вообще, ну это нормально. Вот. Но эгоизм, эгоизм, конечно, его лучше всего отслеживать. То есть, чтобы вот, ну, чтобы вы отдавали себе отсчёт о том, что вот я сейчас, там, например, веду себя эгоистично, да, и я, там, соответственно, хочу, допустим, чего-то для себя. Вот. То есть вам, вот именно вам необходимо в этом себе признаться. Просто. Просто признаться себе в том, что вы делаете это для себя. что любовь здесь может быть и есть, да, но она, эээ, она, эта любовь не чиста. Ведь это не только любовь. То есть здесь, помимо любви, есть ещё что-то. И вот вы, чем быстрее, эээ, для себя это выявите, чем быстрее вы для себя это, эээ, откроете, да? Вот. тем лучше будет для вас, тем комфортнее будет вам, тем более реалистичнее вы будете смотреть на эти отношения. Еще раз, вы хотите раствориться в человеке, вы хотите раствориться в нем. Это отсутствие личных границ, вот, ну, к сожалению. Отсутствие личных границ всегда идет из семьи, т.е. в семье вы не знаете личных границ, то есть, либо не уважают ваши личные границы, либо вы не уважаете личные границы, то есть, что-то здесь вот одно из двух, вот, ну, сейчас вот, то, как вот люди, да, воспринимают во сне личные границы. Это важно. Это правда очень важно. И в первую очередь нужно адекватно отделять себя от других, вот. вот. И уже дальше можно будет подходить более качественно, да, и к этому. вот. 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 Вот.